Как объяснил Валентин Григорьевич, строительство такого крупного транспортного объекта, как Северный обход, не могло вообще не сказаться на организации дорожного движения в городе. Тем не менее, никаких глобальных перемен в Одинцовском дорожном трафике произойти не должно. Изменения коснутся в первую очередь северной части города, Подушкинского и Красногорского шоссе. Подушкинское шоссе, головной участок, который идет от университета в сторону Подушкина, он будет только для подъезда к университету и к лесничеству. Дальше он идти не будет, так как теперь на Подушкинское шоссе мы будем заезжать через развязку, которая будет соединять Красногорское шоссе и северный обход города Одинцова. Те, кто будет ехать в Подушкино, в Барвиху, они поедут по Красногорскому шоссе напрямую со станции по Красногорскому шоссе и дальше будет переезд в сторону северного обхода и в сторону Подушкина. Таким образом, даже как бы упрощается схема движения, мы со станции едем по прямой и попадаем в поселок санатория Барвиха, потом в Барвиху и далее. А вот выехать с улиц Маршала Жукова и Молодежной налево на Красногорское шоссе в сторону Власихи будет уже нельзя. Движение здесь пойдет в пять полос и пересечить этот поток будет просто невозможно. Но больших трудностей для автомобилистов подобная ситуация не создаст. С точки зрения транспортной доступности все будет удобно, комфортно, будут стоять указатели, знаки, кому куда ехать. Но самое главное, что при вводе северного обхода города Одинцова, я думаю, у нас, ну не половина, но треть транспорта с Минского шоссе точно уйдет на этот северный обход. И поэтому выезд из города по Минскому шоссе уже будет менее проблематичный, более удобный. И я считаю, что с этой изменения транспортной инфраструктуры, со строительством новой дороги, у нас значительно должно облегчиться движение по городу. Строительство северного обхода будет способствовать и улучшению ситуации в новой Трехгорке. Строится и выезд из микрорайона на новую магистраль, и съезд в него по ходу движения из Москвы. К тому же останется и уже привычный маршрут через Трехгорскую эстакаду. Там сейчас строится новая эстакада, старая будет разбираться, новая будет эстакада с уже расширенными съездами, с двухполосами, ну то есть другие радиусы, там все современно. Потому что та безнадежно устарела развязка, и так как она уже построена к Олимпиаде 80-го года, это ни много ни мало, уже почти 35 лет, она просто сама по себе по возрасту уже непригодна к эксплуатации. Поэтому практически новая развязка, ее заменят. Скорее всего, вновь двусторонним станет движение по улице Молодежной на участке между Неделина и Красногорским шоссе. Могут быть и другие менее значительные изменения, но говорить о них пока рано. Процесс поиска оптимальных решений по организации внутригородского трафика продолжается. Петр Горохов, Константин Королев, телекомпания Одинцова. Петр Горохов, Константин Королев, телекомпания Одинцова. Петр Горохов, Константин Королев, телекомпания Одинцова.